Как живет Крым? И на этот вопрос найдется честный ответ. Я работаю уже третий год. Я плачу исправно налоги. У меня точка мясная, хорошая. Все деньги, которые я где-то когда-то зарабатывала, вот здесь вот, я вкладывала в бизнес. У меня нет ни копейки отложенных денег. Ну так еще бы были. Раньше малый бизнес стригли так, чтобы он кормил бюджет и ухитрился выживать. А сейчас всех на убой. Под видом теплотрассы. Они сняли теплотрассу рыночную. Сказали, что это только этим а закончится. 26 января в этом, в исполкоме принимается решение о сносе рынка. Приходит господин Рычков или Бычков, как его фамилия. Денис Александрович. Да. Клеит на ролеты бумажечки. Является ли это документом? Без печати, без исходящего номера, без подписи. Опять же, если раньше какие-то документы оформляли, чтобы над людьми издеваться, то теперь издеваются в свободном порядке. Без судебных решений, без распоряжений правительства. Ясен Пень, кто же захочет под заведомо преступным документом подпись ставить? Анонимность – главный успех залога бандитов во власти. Мы пришли на работу, подтягивается милиция, полиция, прошу прощения. Когда у вас сносят палатки, это не милиция, не полиция, это рэкет. Начинают сносить, срезать ролеты. Мы стали возмущаться, мы вышли, мы вышли с портретами Путина, с государственными флагами. Подождите, пожалуйста, что наша полиция оставила? Наша милиция! Полиция оставила от портрета Путина. Лично я его в руках держала. Помню времена, когда хотели срубить лесок, чтобы там построить трассу. А местные жители все обвешали портретами Путина, каждое дерево. И дровосейки зассали и ушли, ничего не срубив. А сейчас уже портрет Путина никаких бонусов к вашему имуществу не дает. На свою точку стою, хочу работать. Ко мне приходят три мужчины, делают вот что с нашим благоуважаемым и любимым президентом нынешним, да? И меня выкручивают. Непонятно, из-за чего крымчанка переживает больше. Из-за того, что ее поимели? Или из-за того, что портрет Путина поимели? Бедняжка. Уважаемый Владимир Владимирович, пожалуйста, спасите нас от беспредела. Когда мы впереди планеты всей бежали на референдум два года назад, клянусь я вам, я думала, я в 8 часов в очереди стояла, в 8 утра пришла голосовать. Я реально думала, что мы бежим от фашизма, от бендеровцев. А получается, что мы прибежали к другим фашистам. Добро пожаловать. И вы там полегче про фашистов, а то за экстремизм загремите. Будете сокамерницам про референдум рассказывать. Мы трудимся, мы не просим помощи у государства, мы трудимся. И вы нарушаете, они нарушают наше право на труд. Это раз. Лишают нас рабочих мест. Налоги мы должны платить при этом, мы сейчас работать не будем. На эти налоги будут жировать вот эта полиция и наш исполков. Ты смотри, все знают про налоги, про то, что власть на них живет. Но не удумевают, как так? Почему работать не дают? А это потому не дают. Потому что вы позволяете собой помыкать. Вы носите портреты Путина, а не приковываете себя наручниками к палаткам. Вы носите портреты Путина, а не осаждайте администрацию с митингом по поводу защиты ваших законных прав. Куда только не обращались, где только не писали, кому только не писали, кого только не просили. На колени надо встать, встала на колени, пожалуйста, спасите, оставьте нам места, пожалуйста, господин Путин. Можно все перетерпеть, можно все перетерпеть. Нет света, нет газа, это все ерунда, если у человека есть стабильный доход. Да нет, если вы позволяете с собой обращаться, как со скотом в вопросах электричества, и тем самым вы даете сигнал, можете обращаться с нами, как со скотом и по другим вопросам. Вас же не просто так затерпил, держит, у вас репутация сформировалась, поздравляю. А думайте об этом, вместо того, чтобы портретами Путина трясти и в истерике на коленках умолять его о чем-то. Подумайте! Удачи!